Очевидно. Итак, очень важно понять разницу между привязанностью или зависимостью в любви от человека и настоящей любовью. Настоящая любовь труднодостижима, потому что она состоит из того, что я вкладываю в человека, независимо от того, какой он хороший или плохой. Все люди по факту одинаково плохие. Одни больше, другие меньше. Но нет таких людей, которые бы принесли кому-то счастье в этом мире. В основном все нуждающиеся в счастье, потому что счастье могут принести только святые люди. То есть они сильнее своей судьбы, они способны быть вне эгоизма, они способны жить для других, способны себя отдать. Все остальные люди впадают в одну и ту же схему отношений. Первая стадия «нам хорошо», вторая стадия «я хочу, чтобы это хорошо, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось со мной вслед». То есть я хочу дальше счастья от этого человека наслаждаться им. Это называется привязанность. То есть человек хочет включить вечный двигатель, то есть он не хочет работать над собой, хочет, чтобы ему всегда было хорошо. А так, как всегда хорошо, не бывает, это просто сказка. Поэтому привязанность рождает ложные ожидания. И эти ложные ожидания приводят к трём стадиям. Первая стадия «обида» или «гнев». Вторая стадия «потеря правильного восприятия личности». То есть он становится нарицательным героем в нашей жизни, хороший, качественный, невидимый такого человека. И третья стадия «разруха». «Будбай, мой лук, будбай». Ну то есть, понимаете, идея заключается в том, что всё начинается с ложных ожиданий. Означает нетрезвое отношение к своей судьбе. Мне кажется, что у меня в жизни должно быть всё лучше. На каком основании? Вы же не знаете, что вам положено. На каком основании мы считаем, что у нас должно быть лучше в жизни? На основании просто желания быть счастливым без труда в этом мире. Неправильное представление об этом мире. Смотрите, все в муках рождаются в этом мире. В муках умирают, в муках живут. И все хотят безоблачной жизни. Не сказка ли это, мои хорошие? То есть, здесь, в этом мире, всё немножко не так устроено. Здесь, наоборот, всё через труд, через труд души, через познание, понимание вещей, через аскезу, через принятие. Человек получает счастье в этой жизни. А все страдания, они имеют одну и ту же схему. Ложное ожидание или привязанность. Дальше. Привязанность рождает беззащитность. Любое слово человека, которому ты привязан, приводит к боли. Вот, допустим, если я в трамвае еду, мне кто-то скажет, «Эй, очкарик, бери свою лысину в другую сторону, погони, и вообще не трогай меня, а тебе плохо пахнет». Ну, допустим, мне там кто-то скажет, «Ну и чего он так сказал?» Меня это не сильно трогает, потому что я его не знаю, этого человека. Может, он сумасшедший. Правда? Но если мне та же, та же, родная жена, то тогда это будет на всю жизнь пятно на наших отношениях. Понимаете, что значит привязанность? Привязанность — это когда одинаковые вещи становятся в 10 раз больнее. Те же самые вещи, которые ты не воспринимаешь от другого человека, для тебя становятся в 10 раз больнее. Один мудрый человек, я его спросил, как, я читаю лекции, как мне всегда оставаться спокойным в любой ситуации? Посмотрел на меня внимательно и говорит, ничему не удивляйся. И ты всегда будешь оставаться спокойным. Что бы ни происходило, ничему не удивляйся. Я говорю, а можно это в своей жизни применять? Если, говорит, ты сможешь, то станешь невозмутимым мудрецом. Главная причина заключается в том, что мы удивляемся. Почему мой близкий человек так себя ведет? Люди, люди подвержены неправильному восприятию, они склонны делать глупости. Все это происходит под влиянием эгоизма. Эгоизм заблуждает человека, вводит его в неправильное пространство мышления. И это свойственно всем людям заблуждаться. Делать глупость. Но почему мы удивляемся? Потому что мы ожидаем от них другого. Тогда сразу возникает вопрос, а зачем жить тогда? Жить для того, чтобы злу жить. Для того, чтобы принять человека сначала, а потом заботиться о нем. В этой заботе у него появляется благодарность. И через благодарность ты можешь ему объяснить, как надо, как правильно. Когда он с благодарностью относится к тебе, к нему входит знание. Ты становишься источником знания для него. Когда родные становятся родными? Три стадии. Первая стадия. Мы считаем друг друга родными, но наша совместная жизнь означает просто постельный режим. И взаимоотношения с детьми, с заботами, с делами и с нашими мечтами. И мы вместе живем, но при этом нет глубины в отношениях. Есть просто совместные жизни, совместные дела. Сердце близкому человеку открыть невозможно в этом случае. Люди просто живут вместе, потому что у них есть общее счастье. Но это не означает близкие отношения. Когда люди привязаны к делам друг к другу, они не могут быть близкими, потому что они очень ранимые в это время. Если такому человеку очень близкому, который тебе привязан сказать правду, он будет очень сильно удручен. Ему будет очень больно, и он начнет ругаться с тобой. Все. Он не сможет принять эту правду. Итак, вторая стадия – это когда люди служат друг другу. Они просто… Их цель жизни – это служение. Они хотят вырваться из этой зависимости друг от друга. Они хотят настоящей любви, принятия, уважения и верности. Они встают на этот труд. Хотя бы один человек в семье. В результате что происходит? В результате происходит то, что в какой-то момент, когда вы хотя бы на первую стадию выходите, принятие. Вам домой уже легко идти, потому что дома спокойно. Никто ни с кем не рвается, потому что вы все приняли. Вы уже ко всем привыкли. Как один мой знакомый сказал своему наставнику, он говорит, «Учитель, я у своей жены уже все принял. Я, говорит, и это принял, и это. Я, говорит, уже все. Совсем согласен. Может, мне в монахи пойти? Я, говорит, ничего уже не хочу от женщин. Он говорит, не надо в монахи идти. Теперь самое время тебе быть счастливым. У тебя теперь в семье все наладится». Это он только на первую стадию пришел, понимаете? Пришел на первую стадию настоящей жизни в этот момент. И так получилось в его жизни. Потом все пошло налаживаться. Жена начала меняться. Не касается ли это всех нас с вами? Как вы думаете? Поразмысляйте на эту тему. Мы слишком много друг от друга хотим. Мы думаем, что мы лучше. Но это не так. Это все просто внешне. Вторая стадия отношений на уровне принятия. Люди просто могут жить друг с другом спокойно. Они дома отдыхают. Они напрягаются. Они просто спокойно жить друг с другом рядом. Поднимите руку. У кого такая жизнь? Ну, это уже есть такие люди. Хорошо. Несколько человек. Активисты, видите, все на первом году. Есть третья стадия, когда люди начинают уважать друг друга. И в принципе этого уже достаточно, чтобы никогда не возвестись. Стадия уважения означает, что человек считает, что это Богом данный мне человек. И слава Богу, что мне Бог дал этого человека, потому что через него я все радости и горести, всю мою судьбу могу пройти. И этот человек хороший на самом деле. Он хороший, у него куча хороших качеств и характера. Димите руку, у кого такая стадия? Только не поднимайте те, кто живет три года вместе и меньше. Больше, да. Замечательно. Вот это и есть то, что надо. Потому что после трех лет заканчивается сладкий период жизни, потому что тут трех лет мы верны друг к другу. Мы очень близко общаемся, у нас все классно. Это просто мечты. Потом все будет по-другому. Жизнь начинается позже. Так, когда человек, вы доходите до стания уважения, означает, видите чистоту в человеке, видите душу, вот близкие души в нем видите. Тогда в этом случае вы способны на близкие отношения открывать сердце, говорить очень глубокие вещи о своей жизни, о своей понимании вещей близкому человеку. Говорите о том, что трудно слушать ему. Он будет спокойно слушать, соглашаться со всем, потому что он воспринял со всеми вашими недостатками. Он нормально это все воспринимает. Допустим, если вы на первой стадии отношений, в которой нет близости, начинаете рассказывать о своих похождениях до брака этому человеку, потом он вам напомнит об этом во всем скандале. Он скажет, да ты посмотри на себя вообще, как ты жила. И вы подумали, господи, зачем я ему все это рассказала? И сразу тоже у меня вопрос, а зачем вы ему все это рассказали? Не надо этого делать. То есть, не надо раньше времени слишком сильно открывать сердце, это опасно, вы сможете пострадать, потому что близости-то нет. Отношений глубоких нет, и на это надо признать. И на этой первой стадии отношений, когда люди живут просто для общих дел, для общего наслаждения, для общего счастья, для общих детей, для общего развития, они потом очень сильно удивляются, почему они разошлись. Так вот, знайте, что на этой стадии никакой стабильности в личной жизни нет вообще. То есть, понимаете, люди живут только потому, что между ними вот эта энергия любви течет, и все. Влюбленность имеется в виду, зависимость. То есть, когда эта энергия заканчивает течь, хотя бы чуть-чуть, человек уже не устраивает, и он не будет жить рядом, потому что он больше не видит зачем. Это может произойти в результате болезни, несчастного случая, увольнения для мужчины, или бесплодия для женщины. И это может быть много причин на то, чтобы энергия любви перестала течь. Потому что идеальная ситуация в жизни сохранять не так уж и долго. В результате люди чувствуют, что они как-то уже и не нужны друг другу особо, потому что наслаждения-то нет. И они говорят, между нами нет любви. Потому что они не знают, что такое любовь. Они думают, что любовь – это когда вот тебе хорошо. Мне хорошо с тобой. Снегопад и в дождик ливной. Но это еще не любовь. Это просто влюбленность. И она также является причиной разрушения семьи. Потому что если между вами нет вот этой вот влюбленности, которую наслаждают, как наркотик человека, тогда человек будет искать в себе эту влюбленность где-то в другом месте. Неосознанно. Не надо его в этом обвинять. Просто есть много девушек вокруг, много парней, от которых исходит эта энергия влюбленности в силу совместимости сердец людей. И в результате человек меняет якорь. Он сначала якорь снимает в одном месте, потом переплывает в другое и бросает там якорь. Для чего, чтобы там тянуть эту энергию любви от другого человека? Пользоваться другим человеком, пока есть время. Потом она стукает, он опять якорь и другое место. И так далее. Но есть такая формула, что каждое новое место по судьбе будет слабее. Потому что мы же не можем… Это же не перпетум мобиль, вечный двигатель, да? То есть мне положено в жизни столько от влюбленности. Я как бы испытал один раз, потом второй раз, потом третий раз. И с каждым разом все меньше, меньше, меньше. Как у меня есть один знакомый, ему уже там 40 с лишним лет, он не женат. Ну, девушек у него было завалилось. И я его спрашиваю, что я не женился до сих пор, сколько девушек хороших было. Он говорит, да что-то влюбленность все меньше и меньше становится с каждым разом. И я уже встречаюсь, вроде бы полюбил, неделя-две проходит, уже не люблю. Так, вот брат, так сколько можно уже, пора уже и остановиться на эту влюбленность так плевать. То есть со временем поклевка становится хуже. И это значит, что человек просто не имеет знания, что такое настоящее счастье в личной жизни. Он не понимает, что счастье от труда души. Надо с одним человеком начать жить, терпеть от него все. Трудиться рядом с ним над отношениями. Это даже принять от меня то, что я сейчас говорю, это уже революция в сердце. Но без этого невозможно. Итак, победа над плохой судьбой в семейной жизни, в жизни человека происходит за счет высших сил. За счет чистоты человечества. Надо сначала эталон чистоты от кого-то взять, а потом к нему стремиться и найти его в близком человеке также. Одного священника спросил ученик. Он говорит, скажи мне, батюшка, как мне всегда любить свою жену? И он ей сказал, ему сказал, ты вспомни в ней то, что ты видел, когда вы только встретились. Вот то, что ты видел, эту чистоту. И всегда в молитве пытайся и в ней найти эту чистоту. И тогда ты всегда ее будешь любить. Ну то есть, понимаете, когда мы встречаемся, то Господь нам открывает самое лучшее в человеке. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Утро моих глаз. То есть, мы глаза открываем на мир, когда мы влюбляемся. И все песни вот эти красивые. Месяц свои блестки по лугам рассыпал. Полвеки месяца жил, он становится живым. Все живым становится, когда человек любит. Стронные березки, стронные березки, шепчут что-то липо. Все оживает. Становится красивым. Благодаря тому, что человек любит. Так ведь? Красивая жизнь становится. Это энергия Бога. Любленность это энергия Бога. И мы начинаем видеть чистоту в человеке, в который мы влюбились. И это надо запомнить. И потом, когда вы с ним уже кидаетесь поварешками, с этим человеком, потому что, как бы, вот эта вот методика try and buy. Демоверсия, да? Когда мы какую-то программу берем в компьютере, там раз, попробовали, потом бил, ты теперь покупай, если хочешь пользоваться. Эта методика придумана Богом, на самом деле. Она называется влюбленность. Сначала нам самое лучшее в человеке. Бог показывает. Мы это все видим. А потом, до свидания. Теперь, попробуй сам этого увидеть в этом человеке через свою жизнь с ним. Захлопывается картинка. Ты начинаешь видеть с ним плохое все. Ругаться с ним. И потом, если ты правильно тут выберешь в отношениях, ты сможешь увидеть то, что надо. Но для этого ты должен со святостью много контактировать, потому что грязь в глазах не очистишь без Бога. Нужно эталоном очки протирать, понимаете? Чистой тряпкой. Иначе грязно будет все видеть. Я надеюсь, что я приоткрыл вам в эту тему как-то дверь. Если вы хотите в ней разобраться, у меня есть много лекций по семейным отношениям. Эта тема с разных сторон разбирается. Как достичь гармонии? Она только одна. Один способ – это трудиться над отношениями, служить близкому человеку, молиться, прощая. В молитве человек приобретает силы, способность прощать. И так жить. Некоторые не молятся от священной писания, читают. Другие ходят в храм, чтобы успокоить свое сердце. Но самый сильный метод – это молитва. Потому что разум в этом случае активную позицию занимает. Он сам побеждает судьбу. Когда человек ходит в храм, слушает лекции, слушает духовную музыку, это тоже нужно, это хорошо. Это первая стадия. Вторая стадия – это изучение, как правильно жить, изучение священных писаний. А третья стадия – это контакт, связь с Богом через звук молитвы. Эта связь происходит. Следующая наша тема беседы – взаимоотношения в коллективе. И мы постепенно перейдем к этой теме. Сначала мы поговорим о взаимоотношениях со старшими, равными и младшими. Это очень важная тема, она тоже очень сильно важна в нашей жизни. Дело в том, что взаимоотношения с любовью – это всегда аскеза. И есть три типа неправильных взаимоотношений со старшими, равными и младшими. Взаимоотношения с равными или с друзьями – неправильные взаимоотношения означают взаимоотношения, в которых я что-то жду от друзей, наслаждаюсь вместе с ними и не пытаюсь как-то им помочь в жизни, а просто наслаждаюсь, живу вместе с ними. Есть три типа дружбы. Первый тип дружбы – это дружба гостевая, или праздничная, или концертная, или пикниковая, баневая и так далее. И такие же тоже можно строить отношения с родственниками. Дружба с родственниками тоже. Встречаемся на празднике, встречаемся в бане, на пикнике, встречаемся на природе. Для чего? Чтобы вместе понаслаждаться жизнью. Это самые поверхностные, легкие отношения. Никогда они подразумевают помощь. То есть, если люди вместе наслаждаются, а потом вам стало плохо, вы кричите «Помоги мне!» Ничего не получится. Они не будут отвлекаться, потому что нет никакой идеи. Между выживами же не было таких отношений взаимопомощи. Никогда. Как он будет вам помогать? Он что, должен переключать отношения? Ведь отношения были основаны на взаимном наслаждении. Причем тут помощь? Второй тип дружбы – это дружба, основанная на общих делах. Ну, допустим, женщины могут дружить, потому что у них есть маленькие дети. Их надо воспитывать, и они общаются друг с другом, пытаясь понять, как с ними, что с ними делать-то, с этими существами, маленькими, непонятными. И они пытаются это все изучать. Это дружба глубже по природе, потому что в ней есть познание, есть самопожертвование, и есть аскезы, подвиги. То есть, это дружба деловая в мужчин в виде совместного бизнеса, или совместной работы, совместной службы. Наша служба и опасны, трудно. Ну, то есть, люди, когда вместе что-то делают, особенно что-то важное, они становятся друзьями в этом случае. Или вместе в гору его возьми, ты поймешь, кто таков. Ну, то есть, дружба основанная на деятельности какой-то совместной, более глубокую природу имеет. И в этом случае люди, имея такую дружбу, могут рассчитывать на помощь. Какую помощь? Не то, что сердечную, там уж сильно, а просто помощь. Человек чувствует, что надо помочь, и он помогает. Потому что у нас такие отношения, он мне помогает, я ему помогаю. Просто такие отношения, такая жизнь. Допустим, у моего ребенка, у ребенка подружки температура. Она говорит, слушай, помоги, пожалуйста, у меня температура у ребенка. И она говорит, конечно, давай полечим твоего ребенка, у меня есть средства. Видите, помощь идет. Но не от того, что сердце среагировало сильно, а от того, что такие отношения просто и все. Трудно понять, о чем вы. Понятно? Теперь следующий тип дружбы называется сердечная дружба. Если отношения основаны на совести, на духовной практике, если это соратники, которые идут вместе духовным путем куда-то, они вместе верят в Бога, вера в Бога означает открытие совести. Если в этой дружбе есть духовные правила, есть чистота, какая-то и возвышенность, тогда люди могут жертвовать собой ради этих отношений. Такая же дружба возникает, когда вместе люди идут за Родину, в бой. Это тоже вера, основана на вере. Они могут пожертвовать собой ради того, кто вместе с ним идет за Родину. Понимаете? Это тоже ведь вера. Это вера. Потому что Родина является частью проявления Бога. Так вот этот вид дружбы, фронтовая дружба, дружба верующих людей, это самый высокий тип дружбы, который невозможно примитировать. Люди готовы жизнь друг за друга отдать в этом случае. Когда человек, допустим, с войны приходит в мир, он не может дальше найти все таких друзей в жизни, потому что ситуация другая. Он не может дружить так сильно, как там, на войне, понимаете? Потому что там другая, там люди как бы по-другому жили. Также, когда человек верит в Бога, он тоже, как на войне, сражается только не с внешним врагом, а с внутренним. Поэтому такие люди, с которыми он дружит, вместе вот такой дружбой живет, это самая дорогая дружба, которая невозможно имитировать, никогда и не делая. перриотношения. Если у вас есть младший, то эти три стадии отношений будут на лицо. Первая стадия, вы хотите наслаждаться младшим, и это значит, что у вас будет два типа поведения по отношению к нему. Первый тип поведения, он делает хорошо и мне классно, и я в это время его балую, потому что мне же классно. И второй тип поведения, он не приносит мне счастья этот человек, мне плохо от него, и поэтому я буду слиться на него и наказывать его. Теперь смотрите, в первом случае, когда я кого-то балую, у него разум развивается в это время? Нет? Нет. А во втором случае, когда я на него слюсь, разум развивается? Нет. Таким образом, в отношениях наслаждения по отношению к ребенку к своему или к младшему, в коллективе точно так же, к тому, кто подчинен тебе. Отношение наслаждения, хороший сотрудник попался. Супер, отлично работает, хороший сотрудник. Не дай Бог вам это в лицо ему сказать. что дальше будет? Человек портится, становится портным, потом он начинает условия ставить. Как я хороший сотрудник, с вами могу работать, на каких условиях. Отношение, наслаждение, то есть кто-то мне приносит счастье, младший сотрудник или мои дети, всегда приводит к разрухе. Запомните. Отношения долго. Менее доступны, чем сердечные отношения, но они более практичные. Это те отношения, в которых надо жить. То есть отношения долго означают, что мы пытаемся с младшими что-то делать. Вот допустим, мы ходим на тренировки, мы учимся в школе, но при этом мы ничего не ждем. Я ничего не жду от человека, я просто его развиваю, воспитываю. Как получится, так получится. Потому что я начинаю ждать, то у меня своя картинка возникает. Эта картинка не соответствует человеку обычно. Понимаете, ожидание означает иллюзия всегда. Мой сын должен быть врачом. Замечательные иллюзии уже есть. Что это значит? Это значит, что даже если он по себе должен быть врачом, ему теперь будет уже тяжелее. Потому что вы мечтаете. Мечта это жизнь в другой реальности. Чем отличается мечта от цели? Как вы думаете? Когда человек ставит цель, не привязывается к результату. Вот допустим, есть два воина. Один говорит, мы обязательно победим. Ну это какой молодец. Посмотрим мой хороший. Судьба ему говорит. Второй говорит, я буду сражаться и буду выполнять свой долг. Смогу я победить или нет, я не знаю. Но я по крайней мере буду честно выполнять свой долг. Чувствуете разницу или нет? Если человек, который сражается и он честно выполняет свой долг, его ранили, что он будет делать? Сражаться дальше, мои хорошие. Он будет трезвым, потому что он понимает, что это было возможно. Человек, который верил в мечту и идет в атаку, его ранили, что дальше? Он понимает, что мечта пропала и сразу слезы, сопли, окопная болезнь и так далее. И дезертирство. Понимаете, я такой пример привел, это пример классический везде и всегда. Допустим, у вас есть сын. Раньше это называлось вундеркинд, а сейчас дети индиго. Когда человек привязан к своему ребенку, у него всегда ребенок необычный. Понимаете, это первый признак этой привязанности. Раз у меня ребенок необычный, значит скоро этот ребенок своей жизнью стукнет мне по башке. И обычно это происходит во время полового созревания. До полового созревания родители, дети привязаны к родителям, и поэтому они боятся проявлять себя слишком сильно в жизни. Они по крайней мере как-то себя сдерживают. После полового созревания ребенок отвязывается от родителей, и дальше из него лезет такое, что мама дорогая. И так как мама дорогая верила в своего сына, а не в Бога, то в этот момент она входит в шок, который потом, из которого выйти потом очень сложно. Потому что вера ее становится разрушена. Когда вера разрушается у человека он входит в состояние стресса на несколько лет, как минимум, пока веру не поменяет. Это страшная штука вера. Особенно не та, что надо. А та, что надо, хорошая штука, нужная.